Гордный снегопад в Крыму парализовал движение транспорта. Без электроэнергии остались почти 18 тысяч жителей полуострова. Фаромная переправа в Керчи тоже была заблокирована. Из-за этого доставить на полуостров товары первой необходимости оказалось невозможным. Как справляются со стихией крымчане, видела Елена Власенко. Март. В аннексированном Крыму снег. К такой зимней стихии весной крымчане не готовы. Десятки аварий на перевале транспорт не пропускают. Грузовики и автомобили на летней резине создают заторы. По такой заснеженной погоде без проблем ездят разве что бронемашины. Колонну из десятков БТР встречаем в направлении Феодосии. Перед переправой... ...товаров и еды со стороны России километровая очередь. Три дня из-за непогоды Керченская переправа не работала. По обе стороны скопилось более восьми сотен грузовых машин. Переправа заработала, как только перестал идти снег. Александр Еременко только что вернулся из Краснодарского края. Нам говорили, что два дня паромная переправа не работала из-за штормового. Буквально к подъезду на посту ГАИ, именно к Порт-Кавказу, вывеска там, что закрыта паромная переправа. Хотя паромная переправа, вот мы приехали, она уже второй рейс сделала. Но пускают на паром далеко не всех. Я пропадаю 500 тысяч, потому что меня не пропускают. Почему? Не знаю. Что вам там сказали? Сказали, так, что таверность надо взять. Потому что я вожу с Бахсасараски местный товар, не импортный товар. Ни полоски, никакой. Поэтому меня не пропускают. Рейдерская зелень, все пропадают в машине. Теперь меня надо назад возвращать. И греческое судно. Это противоречит санкциям Евросоюза. Порты Крыма официально закрыты для международного морского судоходства. Экипаж нарушителей интернациональный. Экипаж наполовину греческий, наполовину российский. Но сам паром принадлежит Греции. А что, санкции не распространяются на этот корабль? Спрашивайте, это у капитана. Сейчас скорость ветра снизилась и осадки прекратились. Паромная переправа работает в штатном режиме. Но с обеих сторон очереди автомобилей растянулись на километры. Из Крыма...